С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Жители округа сегодня смогли лично обратиться с наболевшими вопросами главе региона. На вопросы населения губернатор Игорь Кошин ответил в редакции общественно-политической газеты Нарьяна Виндер. За время прямой линии она длилась больше часа, в редакцию газеты успели позвонить более 10 человек. Что волнует жителей округа, узнала Любовь Пермякова. Большинство вопросов, которые жители региона задали губернатору, касались ветхого и аварийного жилья. Евтолия Ивановна, 70-летняя пенсионерка с улицы Совхозной, пожаловалась губернатору на плохие жилищные условия. По словам женщины, ее дом признан ветхим, 68% износа и подлежит расселению. Женщину интересовали сроки расселения. Я точно уточню время сноса и предоставление вам другого жилья, потому что вы правильно говорите, 68% износ выше 65% и соответственно вы стоите в плане снос. Я уточню, когда по дому, до вас вся информация будет доведена лично. И третье, что я хотел сказать, так как вы являетесь представителем такой категории, как дети войны, у нас единственный округ, где мы в свое время приняли увеличенные доплаты данной категории, ежемесячные доплаты. И сегодня очень многие субъекты начинают эту тему обсуждать более глубоко и более детально, с тем, чтобы попытаться все-таки подровняться на нас и ввести подобные доплаты. С жилищной проблемой губернатору округа обратились и жители дома по улице Меньшикова, 6А. В 2013 году износ дома по данным кадастрового паспорта составлял 76%. В этом году, согласно документам, уже 65%. Следовательно, дом отнесен на второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Жители дома в недоумении, с чем связано такое омоложение. Проблема сложная, но вот в этой проблеме, когда вы должны быть расселены, значит, я разберусь. Вот поверьте, не первый дом, с которым мы сталкиваемся, когда, ну, там кто-то что-то ли перепутал. Скорее всего, это все происходит неумышленно, потому что поток большой, у нас большой объем ветхого жилья, ветхого аварийного. Поэтому с вашим домом разберемся. На сегодняшний день я четко понимаю, что, значит, нас заверяет подрядчик, в ноябре, значит, в ноябре-декабре будет сдача 6-ти секционного дома на, значит, по новому кварталу. Он целиком и полностью пойдет под ветхое аварийное жилье, потому что это проблема, это реальная проблема. Значит, я сейчас дам поручение профильному департаменту, они посмотрят по вашему дому, почему вас ставили, значит, там во второй этап, а почему вас не ставили в первый этап. Если есть возможность переставить, то вас переставят. Всего жители Ненецкого округа, главе региона, по телефону задали более 10 вопросов. Вопросы также можно было направить и на электронный адрес редакции. Ответы на них адресаты получат в письменном виде. Традиционные прямые линии – далеко не единственная возможность для населения пообщаться с главой региона. Игорь Кошин ежемесячно проводит личный прием граждан, активно общается в социальных сетях, принимает вопросы по телефону горячей линии. Задать вопросы можно и по круглосуточному телефону горячей линии и на личной странице в соцсетях. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».